Приветствую, дорогая Церковь! Христос воскрес! Давайте стой, прочитаем один текст Священного Писания, записанный в книге пророка Исаия, 57 глава, с 14 стиха. Книга пророка Исаия, 57 глава, с 14 стиха. И сказал, «Поднимайте, поднимайте, равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего, ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий святой имя Его. Я живу на высоте небес и в освятилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе изнеможет предо мной дух и всякое дыхание, мною сотворенное. За грех коростолюбия Его я гневался и поражал Его, скрывал лицо и негодовал, но Он, отвратившись, пошел по пути своего сердца. Я видел пути Его и исцелю Его, и буду водить Его и утешать Его и сетующих Его. Я исполню слово «мир, мир, дальнему и ближнему», говорит Господь, «и исцелю Его, а нечестивый, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым», говорит Бог мой. Пожалуйста, занимайте свои места. Итак, мы прочитали с вами замечательный текст, где Господь через пророка Исаию провозглашает свое слово для своего народа, Израиля. Господь провозглашает освобождение Израиля из вавилонского пленения, поэтому Он здесь призывает, самые первые стихи мы прочитали, «поднимайте, равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего». Всякий раз, когда мы говорим с вами о Божьем Слове, то это не просто историческая книга, это не просто книга, которая повествует нам о начале бытия, это не просто книга, повествующая о человеке, повествующая об истории Израиля, это не просто книга, повествующая о спасении, о будущем, о загробной жизни, об ангелах и так далее, но самое главное и самое первое из всего вышеперечисленного – это книга о Боге. Когда мы с вами читаем Божье Слово, какую-то историю из Божьего Слова, пророчества, может быть, какое-то повествование или псалмы, в каждой книге Бог являет себя по-особенному. Каждая книга Библии раскрывает нам Бога. Каждая книга раскрывает либо его характер, его сущность, его притязание, его намерение, цели, волю, показывает его идентичность. Текст, который мы с вами прочитали, хотя это и пророческий текст об Израиле в то же самое время, данный текст очень ярко описывает некоторые характеристики Господа. Я назвал проповедь «Бог и Его народ». Размышляя над данным текстом, мы видим с вами с одной стороны Израиль, с его отступлением и покаянием, с другой стороны мы видим с вами Бога со своим характером, намерением и притязанием. В прочитанном тексте мы ясно видим с вами Бога, его непосредственное участие в жизни своего народа. Мы видим с вами его характер, мы видим с вами его идентичность, они напрямую связаны с его работой над израильским народом. Итак, Бог, кто Он? Каков Он? Каков Его характер? Текст из пророка Исаии отвечает нам на эти вопросы. Во-первых, в данном тексте мы с вами видим Божью верность. Бог верен. Посмотрите на 14 стих. Исаия говорит и сказал, «Поднимайте, поднимайте, равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего». Воля Господа ясна, призыв Его ясен. Господь выводит свой народ из вавилонского пленения и возвращает его домой. Обратите внимание на одно важное слово в этом тексте «моего». Народа моего. Господь здесь очень ясно заявляет, что Израиль является его собственностью. Было время, когда Господь наказал Израиль вавилонским пленением из-за их отступничества, когда они отошли от живого Бога. Они отвернулись от Него и пошли во след чужих богов, за что и были собственно наказаны. И вообще, читая историю Израиля в других книгах, включая и эту книгу, книгу пророка Исаия, мы видим с вами, что их отступление, оно было весьма-весьма великое. Если даже остановиться хотя бы на этой главе, которую мы с вами прочитали, 57 глава и дальше не идти, просто остановиться на этой главе, то мы видим с вами не просто отступление Израиля от живого Бога, но полное моральное и духовное разложение. В ближайшем контексте, в этой главе, пророк Исаия перечисляет их некоторое недостойное поведение. Ну, посмотрите хотя бы с 1 по 4 стих. «Насилие над праведниками». Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. Ему же благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру. Ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Но приблизьтесь сюда вы, сыновья-чародейки, семья-прелюбодея и блудницы. «Над кем вы глумитесь? Против кого расширяете рот, высовываете язык? Не дети ли вы преступления, семья-лжи?» На первый взгляд, прочитав данный текст, может возникнуть вопрос, ну и что с того, что праведник умирает? Все умирают. Умирают и праведники, и неправедники. Зачем здесь смерть праведника Исаия выделяет особым образом? На самом деле Господь через пророка Исаия здесь подчеркивает смерть праведника неестественным образом, но в результате совершенного насилия. Далее он говорит, никто не принимает этого к сердцу, никто не помыслит даже. То есть речь идет о тотальном безразличии к смерти пророков, к смерти праведников в израильском народе. Пророков убивают, пророков уничтожают, их казнят. Ну, например, по преданию пророка Исаия, по приказу иудейского царя Монасию, распилили деревянной пилой. Но общественный настрой также удивляет. Это общественное безразличие к насилию пророков. Убивает пророков, ну и что с того? А мне какое дело? Исаия говорит, что никто даже близко к сердцу не принимает данный факт. Далее Исаия в третьем стихе не скупится на слова. Он здесь израильских насильников называет сыновья-чародейки, семенем прелюбодея и блудницы. И Господь через Исаию задает вам весьма жесткий вопрос в четвертом стихе. Вы над кем глумитесь? Против кого расширяете рот, высовываете язык? Не дети ли вы преступления семи лжи? Знаете, что лично меня поражает в этих стихах? Всякий раз, когда насилие совершают язычники, это ненормально, но воспринимается более-менее как-то естественно. Например, когда римляне истязают Христа, или когда, например, Нерон отдает на растерзание христиан, это воспринимается с болью, но с пониманием, ведь они на самом деле не знают живого Бога. Но здесь речь идет об израильском народе. Это тот народ, который знает лично живого Бога. Это тот народ, с которым Бог имеет особое отношение. Они глумятся над праведниками, они их убивают. Они расширяют рот, высовывают язык против пророков. Именно Израиль здесь назван дети преступления семи лжи. Израиль, избранный Божий народ, совершает насилие над праведниками. Но не только это. Их недостойное поведение еще заключалось в их идолопоклонстве. Посмотрите на 5 стих. «Ржигаемые похотью к идолам». Именно за грех идолопоклонства Израиль был наказан вавилонским пленением. Пиком отступничества от живого Бога и пиком идолопоклонства как раз и пришлось на время служения пророка Исаия. Израиль очень любил своих идолов. Они поклонялись им, как отмечает Исаия, с великой похотью и с великой страстью. Кстати говоря, так всегда бывает. Знаете, когда человек утопает в одном грехе, то он не останавливается только в том, где он споткнулся, но зачастую он идет дальше и дальше, разжигаясь своей похоти. Посмотрите, Исаия говорит в 5 стихе, что они поклонялись под каждым ветвистым деревом, при ручьях, между расселенными скал, на природе, то есть везде, где это только было возможно, они поклонялись идолам. Но более того, они не просто поклонялись своим идолам, в своем поклонении, они раскалялись до того, что доводили себя до свирепости и неестественной жестокости. Посмотрите, что они делали. Они убивают своих собственных детей и приносят их в жертву идолам. Ужасно даже про это подумать. Неужели это делали израильтяне? Божий народ. Не верится. В 6 стихе Исаия говорит, что даже когда не находили какой-нибудь красивый камень, они готовы были и ему поклоняться. Они поклонялись рекам. В 7 стихе мы читаем, «На высокой и выдающейся горе ты ставишь ложе твое, и туда восходишь приносить жертвы». Жертвы, конечно, идолам. Некоторые исследователи Библии считают, что Израиль в своем идолопоклонстве дошел до такой точки, которая называется как наглость. Ведь вначале они поклонялись, как мы читали выше в стихах, идолам в долине, в потаенных местах, но впоследствии они стали поклоняться идолам на высоких и выдающихся горах. Как будто бы они собирались соперничать с самим Богом, с высоким и превознесенным. В 8 стихе Исаия говорит, что этого было им недостаточно. Они поклонялись своим идолам в их домах. Они размещали идолов за дверью косяками, там, где должен быть расположен Божий закон. Они уничтожили Божий закон и разместили там своих идолов. Об этом можно было еще говорить дальше, дальше и продолжать. Но картина и так уже ясна. Духовное положение Израиля можно было назвать одним словом. Это полная катастрофа. За это Бог наказывает Израиль вавилонским пленением. И на первый взгляд может показаться, что Господь слишком жестко с ними поступил, отправив их в вавилонский плен. Знаете, когда вникаешь в глубину падения Израиля, то у многих, наверное, возникает праведный гнев и приходит понимание, что это наказание на самом деле очень милостивое. Скорее всего, они заслуживают большего наказания вплоть до полного уничтожения. Но Господь по своему усмотрению решил их наказать лишь только вавилонским пленением. Почему Слово Божие говорит об этих вещах, об этих мерзких вещах, не умалчивает, которые творит Божий народ? Почему мы говорим об этом? Почему мы проповедуем об этом? На самом деле для того, чтобы не просто показать правдивость Божьего Слова. Библия на самом деле говорит о всех событиях так, как оно есть, ничего не приукрашивая. Слово Божие говорит и о плохом, и о хорошем. Слово Божие говорит о взлётах, говорит и о падениях. Но более того, мы говорим об этом и проповедуем, чтобы показать Божий характер. В этом событии мы видим, как Бог раскрывает свой замечательный характер. Здесь мы видим его качество, верность. В 14 стихе он говорит, «Израиль народ мой». Несмотря на их отступничество, Господь не отказывается от них, и удивляешься, «Господи, они всё ещё Твои?» Зная всё это, перечисляя, поразмыслив об этом, «они всё ещё Твои?» Он говорит, «Израиль — это мой народ». Он не говорит, что, «Израиль, поскольку вы утонули в идолопоклонстве, поскольку вы предали меня, вы отвернулись от меня, ну и я отворачиваюсь от вас. Больше вы не можете претендовать на звание «мой народ». Не называйте себя больше избранный народ. Мой народ так не поступает. Но нет, Господь говорит, «Это мой народ». Когда Господь продолжает их называть своим народом, несмотря на их отступление, то это говорит о великом его качестве, верность, Господь верен. Дорогие друзья, может быть, картина Израиля сегодня напоминает вам картину вашей духовной жизни. Может быть, было время, когда у вас были самые близкие отношения с Богом, с Иисусом Христом, но что-то в жизни пошло не так. Что-то в жизни ваше произошло. Может быть, вы отступили от Бога. Может быть, ты оказался в объятии греха. Слово Божие говорит Иакова 4 глава 5 стихе. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание? До ревности любит дух, живущий нас. Посмотрите, Бог не любит грех, но Он любит нас. Он ревнует всякий раз, когда Его дети попадают на какую-то греховную уловку. Почему Он ревнует? Потому что мы Ему не безразличны. Когда мы неверны, Он верен. Понимая это и осознавая это, будем любить Его еще сильнее. А если вы проявили неверность по отношению к Иисусу Христу, сегодня есть время исправить это положение через молитву покаяния. И помоги вам в этом Господь. Итак, мы увидели с вами, во-первых, Божью верность в этих стихах, но не только этих. Во-вторых, в этом тексте мы с вами видим неизменную Божью сущность. Посмотрите на 15 стих. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святой имя Его. Я живу на высоте небес и в освятилище, а также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Господь в этом тексте через пророка Исаия раскрывает свою сущность. Здесь он говорит, что он высокий и превознесенный, он вечен и он святой. На самом деле, отступивший Израиль должен вспомнить о том, с кем он имеет дело. Верность Бога к своему народу никак не должна способствовать тому, чтобы Израиль ничего в своей жизни не менял. Израиль должен помнить, кто такой Господь. Он высокий и превознесенный. Все их идолы, которым они поклонялись, это бессмысленный мусор, не имеющий никакого значения и влияния в их жизни. Но Господь, которого они оставили, Он высокий и Он превознесенный. Нет ничего выше, чем Господь. Нет никого и ничего могущественнее, чем Господь. Но они забыли того, кто сотворил небо и землю. Они забыли того, кто сотворил вселенную. Они забыли того, кто вывел их отцов из земли, из египетского рабства через море и ввел в землю ханаанскую. Они забыли того, кто на протяжении 40 лет кормил их и питал и заботился о них. Около 2 миллионов человек на протяжении 40 лет не имели нужды ни в одежде, ни в пище. Это удивительно. На их пути не было магазинов и ресторанов, но Господь заботился о них. И мы читаем, что одежда не ветшала. На самом деле это было чудо. Это мог сделать только высокий и превознесенный Господь. Они забыли того, который не только раздвинул море, чтобы Израиль спокойно мог выйти из египетского плена, но чтобы Израиль, когда входил в обитованную землю 40 лет спустя, они забыли, что он также остановил бурную реку, и они также спокойно прошли через реку Иордан. Они забыли того, кто развалил стены Иерихона. Удивительным образом так, что Израиль свободно мог овладеть этим очень сильным, мощно укрепленным городом. Господь превознесенный и высокий. Но Израиль забыл это. Более того, Господь не только превознесенный и высокий. Исаик говорит, что Он вечно живущий. Он не имел начала. Он всегда был, Он безначальный. Это мы имеем начало, но не Господь. Это наша вселенная имеет начало, но не Он. Израильские идолы имеют начало. Их делают, изготавливают, о них заботятся. Но Израиль отказался от живого, вечно живущего Бога. Господь здесь напоминает им, кто Он есть. Но более того, Он напоминает им, что Он святой. Он святой. Святой – это отделенный. Он особенный. Он есть тот, кто ничего не имеет общего с греховным. Такова его сущность. Он никогда не позволит себе смириться с чем-то несвятым, с чем-то греховным. И здесь как будто бы возникает внутренний конфликт. С одной стороны, Господь верен и продолжает отношения со своим израильским народом. С другой стороны, Он святой, который ненавидит грех. А Израиль впал в грех. Как это вообще возможно? Ответ находится здесь, в этом же стихе, 15 стихе. Мы прочитали с вами, «Я живу на высоте небес и во святилище, а также сокрушенными и смиренными духом». Обратите внимание, с кем имеет отношение Господь. Когда Израиль отступил от Бога, то и Бог на время оставил их до того момента, когда они в пленении начали искать лица Его, когда они начали каяться. Когда Израиль смирился духом, сокрушаясь перед Ним, тогда Бог говорит, «Я живу не только во святилище, но я живу сокрушенным и смиренным духом». Таким образом, верность Господа неизменна, святость Его неизменна. Господь никогда не откажется от детей своих, Господь никогда не пойдет против своей святости. Дорогие друзья, для того, чтобы восстановить свои взаимоотношения с Богом, Израиль сокрушился, смирился и по-серьезному, по-настоящему покаялся. Поэтому Господь говорит, поднимайте, поднимайте, равняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего. Народ покаялся, народ осознал, народ сокрушился. Видя сокрушенное покаяние всего народа, Господь освобождает их из вавилонского пленения и возвращает их домой, на свою землю. Дорогие друзья, говоря сегодня о нас, для того, чтобы ваши, наши отношения были восстановлены с Иисусом Христом, если эти отношения потеряны, нам нужно сокрушенное сердце, нам нужно сокрушенное покаяние. Покаяние не только на словах, но покаяние настоящее, внутреннее, которое происходит из сердца, в полном сокрушении. Можно покаяться на словах, можно покаяться публично, но не покаяться внутри, не принять жесткого решения, внутри отказаться от греха и следовать за Христом. Истинно покаяние – это разворот на 180 градусов, мы говорим так. Если раньше я любил грех, то теперь я его ненавижу. Если я раньше противился Богу, шел против Его воли, сейчас я расположил свое сердце и иду за Ним. Если я не любил раньше читать Божье Слово и молиться, то сейчас для меня это дорого, я не мыслю в жизни без этого. Если раньше я любил плохие привычки, дурные сообщества, то теперь мне это противно и неприятно. Это и есть истинное покаяние. «Я не только сказал Господу, прости, но изменил свое сердце кардинальным образом. Я смирил себя». Но не только это. В-третьих, текст еще говорит нам о Божьей работе в сердце человека, Божью уникальность оживлять. Посмотрите на 15 стих. «Ибо так говорит высокий, превознесенный, вечно живущий, святой имя Его, я живу на высоте небеса, в освятилище и также сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Обратите внимание на то, что происходит с сокрушенным человеком. Господь через пророка Исаия говорит, что Господь оживляет дух, оживляет сердца смиренных и сокрушенных. И здесь мы встречаемся с богословским вопросом. На самом деле в вопросе спасения есть некоторые споры, есть разномыслия. И богословы спорят между собой, что зачем идет в хронологическом порядке в вопросе спасения. Может быть, вера, рождение свыше, решение человека, покаяние, усыновление, печать Святого Духа и так далее. Есть разные взгляды, есть разные подходы. Есть даже такой подход, когда некоторые считают, что на первом месте это идет рождение свыше. Бог рождает, и потом все остальное. И такой подход есть. На мой взгляд, спасение — это определенный процесс. И в этом процессе некоторые вещи проходят одновременно, а некоторые нет. И на самом деле это по большому счету тайна. Определенная. Но в данном тексте прослеживается намек и определенная последовательность в некоторой степени. Посмотрите, сначала человек сокрушается и смиряется, затем Бог вселяется в сокрушенное, смиренное сердце, и затем Бог его оживляет и дает жизнь. Хотя, конечно же, здесь речь идет об отношении Бога с израильским народом. Вполне возможно, что рождение свыше, которое в Новом Завете происходит подобным образом. Таким образом, человек смиряется, сокрушается перед Богом, совершая истинное покаяние перед Ним. Он отворачивается от греха, идет по направлению к Богу, затем Господь оживляет его дух и сердце. И после этого возрожденный дух и сердце под воздействием Духа Святого направляют жизнь человека по пути освящения. Ну, как бы там ни было, из текста ясно, очень важная мысль, раскрывающая сущность Бога. Это куда важнее обратить на это внимание. Оживляет именно Он. Это Его божественная уникальность. Только Бог может оживить омертвелое сердце. Нет в мире никакой другой силы, которая могла бы оживить остывшее сердце. Но Бог оживляет, как мы прочитали. Он дает жизнь. Он источник жизни. Не только физической, но и духовной. Итак, мы видели с вами Божью верность, Божью сущность, Божью уникальность оживлять. И в-четвертых, мы видим с вами еще Божье обещание сокрушенным сердцам. Посмотрите на это обещание. Давайте еще раз прочитаем этот текст 16 стиха. «Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе из неможет предо мною дух и всякое дыхание мною сотворенное. За грех кростолюбия я гневался и поражал его, скрывал лицо и негодовал, но он, отвратившись, пошел по пути сердца своего. Я увидел пути его и исцелю его, и буду водить его, и утешать его, и сетующих его. Я исполню слово. Мир, мир дальнему, ближнему, говорит Господь, и исцелю его». Посмотрите, Господь обещает в 16 стихе прекратить свой праведный гнев, иначе мир перестанет существовать, если Господь будет продолжать гневаться всегда. Не останется перед ним никто на этой земле. В 18 стихе Господь обещает исцелить свой народ, именно послать духовное исцеление. Господь обещает водить или руководить, управлять своим народом. Он обещает утешать свой народ, и Он обещает послать свой мир. Причем мир послать не только своему народу, более того, окружающему народу, дальним, то есть это язычники, те, которые находятся вдалеке, благодаря тому, что Израиль покаялся. Когда я читаю эти слова обетования Господа для своего народа, Господь обещает дать одно, Господь обещает дать другое, третье. И через все это прослеживается, на мой взгляд, еще очень важное качество через все эти обетования. Это Его милость. Господь очень милостив к Своему народу. Он исполнил свое обещание, Он помиловал свой народ, Он вернул их из Вавилонского пленения на родную землю. Дорогие друзья, обещания Божьи, они непреложны и сегодня. Всякий раз, когда человек возвращается к Богу, Бог по своей милости наводит порядок в его жизни. Он исцеляет, Он посылает свое руководство, Он утешает, и Он дает мир, причем мир не только физический, но и духовный. В заключении, Господь в этом тексте говорит о суде нечестивом. 20 стих, 21, а нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Вопрос вот в чем. Все ли израильтяне, находящиеся в Вавилонском пленении, сто процентов покаялись и обратились к Богу? Думаю, что нет. Не все, может быть, большая часть, да, но были такие, которые так и не покаялись, они не обратились, не сокрушились, но они вместе с другими вернулись из Вавилонского пленения, хотя они и вернулись с сердца своем, они так и остались нечестивыми. Это к ним обращено пророческое слово в этих стихах, которые мы сейчас с вами прочитали. На самом деле, они и после пленения будут неспокойны. Нечестивец, где бы он ни находился, в Вавилоне, в Иерусалиме, он вместе с собой несет это беспокойство. Исаия говорит, что он беспокоен, как взволнованное море, как есть русская пословица, от себя не убежишь, где бы ты ни находился. В Вавилоне, в Иерусалиме, в России, в Америке, еще где-то от себя не убежишь. Более того, они, как море, способны только на ил и на грязь. Господь через Исаию говорит, что нет им мира. Поскольку у них нет мира с Богом, то у них нет мира ни с кем и ни в чем. Они не имеют покоя, они не имеют удовлетворенности. Более того, у них не будет мира и надежды после смерти. Обратите внимание на то, что они сами виноваты в этом. они не захотели оставить нечестие, за что и поплатились. Когда они пристанут перед Богом на суд, они не смогут обвинить Бога, что они оказались не совсем в хорошем месте, что они оказались в месте мучения. Их решение будет судить их оставаться в нечестие, в нераскаянии, в не сокрушении. Они не сокрушились, не покаялись, они за это и поплатятся. Итак, размышляя над Богом и Его народом, поразмыслим сегодня и о себе. Бог и я. Бог никогда не меняется. Бог Израиля в то время Он тот же самый и сегодня для меня и для всех людей. Его качества они не меняются. Он верный, Он превыше всего, Он святой, Он уникальный оживлять, у Него жизнь, Он источник жизни, Он милостивый. А я? Кто я сегодня перед Ним? Он верный, а я, остаюсь ли я верным Ему? Есть ли у меня понимание того, что я имею дело с превознесенным и святым Богом, который ненавидит грех? Есть ли у меня сокрушенный дух и сокрушенное сердце? Дорожу ли я милостью и благодатью, которую Господь располагает сегодня ко мне и ко всему человечеству? Мы сегодня не уничтожены, но живем. Это благодать и милость Господа. И, наконец, есть ли у меня мир с Богом? Помоги нам, Господь, свое время представ пред Ним не постыдиться, но чтобы эта встреча для нас была долгожданной, радостной и торжественной. Аминь. Давайте помолимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...